А сейчас мы познакомимся с термином алгоритм с ветвлением или разветвляющийся алгоритм. И конструкция алгоритмическая очередная, след за конструкцией, которая называется следованием линейным алгоритмом, сейчас ты узнаешь о том, что есть конструкция, которая называется ветвление. Почему она так называется? Ветвление. Слово ветка. Есть одна ветка, например, и другая ветка. Алгоритм может разойтись по разным веткам. И называется алгоритм с ветвлением такой, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. Или если разбираться в слове ветвления, либо одна ветка, либо другая ветка алгоритма. И есть два вида конструкции ветвления. Первый вид называется «если то», когда у нас есть условие, и если оно истинно, то есть идет проверка условия, если это условие истинно, то в случае истинности выполняется указанное действие. В случае, если это условие ложно, не выполняется, то алгоритм идет дальше, выполняются те шаги, которые у нас после конструкции «если то» стоят. То есть вот это действие выполняться не будет. Второй вид ветвления – это когда у нас выполняются альтернативные действия. То есть если условие истинно, то выполняется действие один или последовательность действий. А если условие ложно, то есть иначе у нас есть ветка, по ветке нет, выполняются другие действия, альтернативные. И эта конструкция иначе еще называется «если то иначе». И такие конструкции, естественно, есть в Scratch, очень многие тебе известны. Сейчас мы увидим, как они выглядят. Итак, «если то» записывается вот в такой конструкции, мы ее уже использовали много раз. И по-английски во многих языках так и пишут «if», потом условие, «then». И «then» означает «то», то есть что мы будем делать в том случае, если это условие истинно. Ну, например, как в нашем примере, если возраст Лены меньше возраста Саши, то Лена младше Саши. То есть мы можем выдать такое сообщение. Ты можешь уже сейчас самостоятельно это записать. Конструкция «если то иначе» в Scratch записывается более сложным образом. Ну и во всех языках программирования, в общем-то, примерно так же. Только не с блоками, а в тексте это пишется. Пишется «если», потом мы указываем более во выражение значения истинности, которого будет вычисляться. Если оно истинно, то будет выполняться то, что здесь у нас в этой части блока записана та последовательность действия, которая у нас здесь. Если это условие будет ложным, то мы можем выполнить ветку «иначе» и выполнить альтернативные действия. Или по-английски это ключевые слова «if», «then» и «else». «else» означает «иначе» по-английски. И, допустим, ты можешь придумать самые разные условия для проекта с оценкой возраста. Мы сейчас не будем его рассматривать. Это при желании ты можешь такой проект сделать, придумать свой сценарий, как тебе больше нравится. Ну и попробуй попутно ответить на вопрос, как по внешнему виду блока определить, можно ли с его помощью записать более во выражение. Я думаю, ты на этот вопрос элементарно сможешь ответить, потому что этот блок должен выглядеть примерно так же, как вот здесь вот эти ячейки. То есть это такой шестиугольник неправильный, вытянутый блок с уголочками. И все это у нас находятся, вот эти перечисленные блоки, конструкции ветвления, группе команд управления. И это логично, почему? Потому что мы управляем вычислительным процессом. То есть делаем так, чтобы наш алгоритм работал по веткам альтернативным. Проверялись какие-то условия и выполнялись, либо не выполнялись соответствующие действия. Так как эта часть урока уже достаточно длинная, я рассмотрю создание проекта «Умный код щитовод» в следующей части урока. А сейчас предлагаю тебе немного прерваться, выполнить гимнастику для глаз, слегка размяться, для того, чтобы потом тебе было легче работать и твой организм был здоровым. До встречи в следующей части урока.